Продолжение следует... А, остров Елены. Остров Елены и парк Жан-Драпо. Это реально как в лесу. Я, кстати, на фотографиях видела, тут даже лис фотографировал. Это больше похоже на воробья. Монодоместик, кардинал Руш. Дятлы есть? Давай, скидай. Или она не работает? Работает. А как? Надо, видимо... Ну, Яна, как работают здесь вы фонтончики в Канаде? Мы долго искали, как говорится. А тут весь каналчик оказывает. Ну-ка. Надо прям сильно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сейчас мы с вами пошли в такой какой-нибудь цветочный рай на рынке. Здесь можно купить рассаду для выращивания у себя где-нибудь на оборотике, за домом. Так что все покупают у нас большими ящиками цветы и всякую разную рассаду. Спасибо за просмотр! Можно купить всё готовое для выращивания. Класс! Класс, даже вот клубничка. Да, и рядом, вот, смотри, клубника. У тебя теперь есть новый друг или подруга. Подруга Бегония. Да, подруга Бегония. Очень красивые цветы, просто невозможно выбрать идею. Так, данный плакат говорит нам о том, что с 1 мая будут собирать компостный мусор. Расскажу одну интересную историю. К нам сегодня постучали дверь и принесли вот такое ведро. Как вы думаете, для чего оно? Она ещё здесь вот закрывается, плотненько, и не пахнет. Это подсказка. В общем, это ведро для компоста. Такие ведра раздали всем в нашем доме. Я думаю, не только в нашем. Вот, это бесплатно. И теперь можно в нём хранить мусор, который подходит под определение компоста. То есть, если что-то биоразлагаемое, то можно складывать в это ведро и выбрасывать в бак на улице возле дома. То есть, здесь каждому дому... Вообще, в Канаде любят сортировать мусор. И здесь каждому дому ставятся такие баки, которые как бы помогают разделять мусор. То есть, для ресайклинга, то есть, это для преработки. Это может быть какая-то бумага, коробки, бутылки пластиковые или же стены. Потом отдельно вот этот вот компостный мусор. И отдельно мусор, который не относится ни к чему из этих определений. Вот. Так что пришла женщина, начала рассказывать опять же на французском всё. Вот. Потом поняла, что мы её так не поймём. Всё-таки попыталась на английском, кстати, очень хорошо объяснила. Но, видимо, проще всё-таки на французском, поэтому сначала она пыталась так. Вот. Объясняла, как это важно, что вот здесь так красиво, ну вообще действительно красиво, что вот клумбы, да, вот все, что мы видим, это же для этого всего требуется удобрение. Вот если мы будем не просто в мешках общих выбрасывать мусора, если мы всё-таки будем его распределять, то они вот этот компост как раз-таки используют для того, чтобы производить эти удобрения. Вот. То есть мы таким образом поможем не только планете, что как бы там мусор будет просто валяться с общим мусором на свалках, а плюс ещё и поможем государству, которое вот делает эти удобрения, потом как-то облагораживает город. Вот. И прикольно, что она нам дала ещё и мешки. То есть вот в это ведро ещё ставлены эти пакеты. Но они им совсем подходят здесь по форме. Вот. Она там пыталась, тоже очень забавно это было, она просто показывала, куда-то запихивала, пыталась отогреть, говорить, что дети, ну типа не подходят, но продаются такие, которые больше подходят по форме, типа потом посмотрим. То есть они выглядят эти мешки такими, как будто он бумажный, но на самом деле внутри он как-то пролокирован или может быть скотчен, ну чем-то типа скотчен или заклеен, так что ничего не будет просыпать. И есть такая наклеечка, на которой как раз так и сказано, что можно туда кидать, а что нельзя. Вот. Я планирую прямо вот сюда ведро это наклеить, чтобы не забывать. Пикник. Это что-то новое. Это не сладкое, это не тесто. Он не сладкий, так что... Хлоп! Я люблю это. Хлоп! 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 Это короткое. Это сладкий. Это не пластерская. Я купила какое-то свар. Да, немного свар. Да, но это вкусно. Это обычно мы едим для вечера. И это традиционное салат для Новый год и Крестмасс. Это называется Оливье. Это как-то вкусно. Да, потому что это вкусно. Сукуле-чиски. Да, это милый вкус. Это карат, патейто, львы. Я люблю это. Ммм, это вкусно. Это вкусно. Я люблю это.